всем привет уважаемые гости и подписчики моего канала значит сегодня как обещал хочу в прямом эфире наклеить вот такой вот стеклышко которая недавно получил стеклышко называется софт вот его отличие от остальных стекол тем что у него мягкие края вот видите давайте поближе покажу вот такое замечательное стекло единственный его недостаток это отсутствие вот на нем вот этих вот кнопок отверстий давите под кнопки но поскольку они у нас подсветки не имеют не знаю насколько это большой недостаток будет ох тем не менее ради вас хочу наклеить это стекло вот когда будете заказывать значит пишите продавцу чтобы он проверял потому что я так по есть и такие такие стекла но мне к сожалению вот этот продавец выслал стекло без вот этих вот иконок нижних ну смотреться будет тоже оригинально кстати многие критиковали эти страшные кнопки они действительно страшные вот посмотрим как будет наш телефон смотреться без них вот так же хочу сегодня раз рассмотреть какие виды стекол бывают да значит давайте рассмотрим я знаю что уже видео на все эти стекла были ну давайте уже так сказать объединим в одно то что на наш телефон со стеклами очень большие проблемы ассортимент большой а стекла который действительно подходит на самом деле не так и много и так ребятки самое простое недорогое стекло не полноразмерная прозрачная h9 самая толстая где-то 03 толщина умер самая прочная его считаю вот хорошо подходит ложится на наш телефон даже практически без жидкости она ляжет вот ссылочку тоже на это стекло оставлю единственное что у него косячок как говорят что в качественных стеклах вот эти наши три дырки раздельные сверху здесь вот как мы видим одна совмещенная но тем не менее они все подходят ложится очень хорошо держится очень хорошо то есть одно из прочных стекол также надо заметить что она как раз дружит с бамперами которые доходят до самого стекла имеет бортик то есть когда мы кладем его так она лежит не на стекле на бампере то есть вот эти вот это все стекла которые я показываю вам они дружат с такими чехлами потому что это один из самых важных моментов прошу какое стекло не было когда вы начинаете одевать бампер если края у вас подрываются по стеклу то все толку от этого стекла не будет поэтому рассмотрю сегодня именно те стекла которые дружат с такими бамперами вот и оставлю естественно ссылочки под видео так далее есть вот как у меня сейчас от наклеена покажу какое-то стекло вот видите она с обратной стороны имеет вот такие вот буковки w вот это одно из моих последних приобретений очень хорошая стеклышко очень хорошие она чуть-чуть потоньше от вот этого белого это где-то 03 это где-то 02 026 наверно вот но ложится великолепно есть отверстия под знакик от единственного отличия кстати ведь у него ярлычок отклеивания пленки защитной снизу вот на всех стеклах они сверху ведут доказательства показать такое же стекло другой фирмы видите другое стекло у него ярлычок сверху и как вы видите вот здесь никаких знаков нет вот знаков никаких нет тоже стекла хорошие полноразмерные единственный недостаток так этих стекла что они как вы знаете вот тут на нашем два с половиной до экране они вот здесь вот по краям висят висят и при каком-то суда ударе даже небольшом сначала идет скол лучшем случае потом идет трещина вот то есть вот этот недостаток полноразмерных вот таких стекол вот также у них значит недостаток появляется бензиновое пятно периодически то появляется то исчезает но зависит это от влажности воздуха то есть подождливой погоде появляется по сухой исчезает вот этот эффект связан с тем что это стекло клеится не всей поверхностью на экрана клеится только вот этими вот рамками черными вот а середина не проклеена вот это стекло вот именно с таким вот штуками мне больше всего понравилось из полноразмерных она такой вот упругая то есть я так понимаю она будет одной из самых прочных вот она у меня сейчас наклеена очень хорошо подходит не меняет вообще цвет экрана да как вы видите вот единственный его недостаток как и у всех стекол олеофобное покрытие со временем пропадает но это собственно говоря на происходит на всех стеклах сейчас небольшой лайфхак от меня до что сделать делать со стеклами если она вас прожила больше двух месяцев как у меня вот и стали оставаться отпечатки пальцев сильные до стекло менять не хочется потому что довольно долго подбирал подбирали его до а олеофобного покрытия нет это раздражает значит что нужно сделать берем я вот пользуюсь вот такой вот полировкой для мебели здесь вот супер силикон находится вот и также добавлен воск что мы делаем немножечко наносим сюда растираем салфеточкой по всему экрану ждем и потом микрофиброчкой вот так вот протираем все и олеофобное покрытие но он уже будет не олеофобное до покрытия покрытия супер силиконовая она появляется то есть как вы видите можно пользоваться вот эта штука держится где-то порядка недели две то есть принципе от момента продав протирки телефона до эксплуатации ну по-любому как бы раз в неделю в две недели вы его протираете тут можно наносить и экран будет восстанавливать свои свойства изначально но не до конца естественно также можно пользоваться не только вот такими полировками для мебели можно еще пользоваться полировками для автомобиля вот там особенно говорят подходит там с на сна на каким-то напылением но там тюбики дорогущие по 1000 вот в принципе у кого в наличии есть можно использовать у кого нету значит можно такой использовать либо обычный воск можно автомобильный использовать тут у меня есть следующий раз попробую испытать его так значит про стекла рассказали ребятки на все вы увидели ссылочки на все эти стекла еще раз объединю оставлю вот чтобы были под этом видео все типы стекол как именно который уже я испытал которые подходят у которых сложности с эксплуатации у вас никаких не возникнет с наклеиванием вот эти я по убираю вот еще один важный момент рекомендую все вот эти стекла любые пока заказывать по два штуки потому что очень легко испортить при наклеивании самому да и будет обидно еще ждать месяц-два второго стекла поэтому я всегда беру по два стекла то есть разбилась сразу бах заменили не получилось наклеить испортили второе стекло раз наклеили ну как мы знаем они идут вот с такими салфетками всякими да вот с такими стикерами вот у меня тут я еще по находил поставались сейчас будем значит клеить с вами хочу постараться вот это стекло не испортит потому что как мы видим она очень хорошая может быть получится его оставить до следующего раза если она не сломается сейчас с вами это и проверим так и так еще раз повторюсь снимаю только для того чтобы показать вам что такое стекло софт принципе мне это стекло устраивает можно было и не клеить но поскольку я обещал сделать обзор на это стекло вот делаю значит поехали значит никаких металлических вещей мы тут использовать не будем вот так вот аккуратненько я пальчиком поддел и она она хорошенечко вот вот так вот что сказать ребятки первое стекло которое отклеил не повредив не лопнув то есть это еще раз подтверждает что качество стекло довольно неплохое вот мы видим здесь клеящий слой да вот посмотрите как она клеится кто не видел вот и хорошо подходит и как искал вот эти вот символы как отличить то есть ww какие-то тут символы есть на этих стеклах но они ничего не значат но я как бы отличаю по этому признаку от других стекол сейчас я с пленку прозрачную постараюсь с того стекла переклеить сюда потом вот и следующий раз это стекло оставим как для каких-нибудь тестов вот такое замечательное стекло скажите она прочная то есть первое стекло которое у меня не сломалось бы были разные много стекол было и взос вот были первые стекла дорогущие были ну скажу вам так никакого смысла нет там платить за дорогие стекла там стекла взос там каркасе и маг там нилкин и прочие там считаю что преимуществом тех стекол только то что сейчас последнее время в комплекте идут пластиковые корпуса который одевается при позволяет не ориентировать стекло сразу его клеить вот один плюс считаю но еще у некоторых дорогих стекол чуть-чуть получше олеофобное покрытие которое все равно точно также стирается через месяц-два эксплуатации и смысла никакого нет все эти стекла которые я вам показанию имеет недорогую цену так называемые дешманские стекла до цена которых там от 60 до 150 200 рублей поэтому их можно за год менять сколько угодно но вот эти вот стекла единственное подороже да там что-то они 200 по моему стоит там с доставкой вот ну они того стоят потому что это первый стекло час я вам покажу чем его преимущество будет они наклеятся ведь вот у них мягкая грань она позволит наклеится как раз вот на вот этом сгибе то есть она будет держаться лучше чем вот то стекло полноразмерная вот ну и посмотрим по моему если не изменяет память вот такие же стекла я клеил на iphone так называемые 457 д у них еще одно самое важное отличие у них будет вся поверхность клеится и вот это прозрачно тоже что несомненно будет огромным плюсом естественно будет гораздо лучше защищать стекло то есть мы видели да как вот это стеклошка бах и по периметру отскочила то есть при ударе при сильном большая вероятность того что такое стекло может оторваться вот а прозрачность стекло наклеится держится за весь экран и вот это стекло тоже будет держаться за весь экран поэтому посмотрим ну опять же скажу очень неплохие стекла стих из рамочных так и так пока мы с вами разговариваем буду делать не только теоретические разговоры но и практически хотя экран чистый но все равно по краям здесь скапливается грязь то вот говорит о том что стекло висит по краям и вот эта грязь она это подтверждает то есть на кромках стекла не приклеены поэтому протираем затем протираем сухой салфеточкой стараемся не дышать тут сюда сильно много не пылить так все остальное экранчик на всякий случай но у меня чистенький был на всякий случай протрем так ну и будем ориентировать это стеклышко схема наклейки будет как обычно нам на на навесах так называемая зачем переводить стекла когда можно использовать вот такой простой удобный метод наклеили совместили приклеили делаем операцию эту не вообще не торопясь все вы знаете от что от этого зависит качество наклейки поклейки стекла поэтому именно вот в этом моменте вообще спешить никуда не надо очень внимательно мы это делаем вот и лучше делать это на три навеса так называемых потому что 2 бывает недостаточно так итак значит верхний навес нормально приклеен нижний я чуть-чуть затянул третьим фиксируем вот ну и здесь ребятки надо что смотреть не только датчики как совпадают ну и как раз вот кромки почему потому что по краям стекло мягкое и она позволит приклеиться поэтому здесь края кромки тоже проверяем очень внимательно мне показывает что вверх нужно чуть-чуть послабить и низ чуть-чуть подтянуть чуть-чуть подтягиваем чтобы потом бросить просто и все так итак проверяем совместилось все идеально все три отверстия камера датчик уведомления разговорный динамик датчик приближения так ну вроде бы как все вроде бы как все сразу давайте проверим и чехлом тоже очень удобный метод надеваем чехол и смотрим что у нас тут показывает что нигде он его не задерет идеально ложится тоже по контуру все совпадение есть еще раз повторю это самый важный момент в наклейке поэтому не надо никуда тут спешить идеально вымеряем все потом открываем еще раз протрем от той пыли которая могла попасть вот у меня тут несколько штук попала пылинок идеально все протерли и только после этого аккуратно вот смотрим вот видите пленка тянется то есть клеящая поверхность идет по всему по поверхности стекла не только по рамкам не только по рамкам что меня очень радует то есть я считаю что это революция в поклейке стекол два с половиной д защите точнее не в поклейке в защите вот и это будет наверное самый лучший вариант самый лучший вариант для нашего телефона но наверное не только для для нашего для телефонов которые имеют два с половиной д экраны да вот как вы видите вот пошла акдезия по всему стеклу то есть это верный признак того что она клеится так ну тогда я пошла не везде соответственно нам нужно взять карточку нам нужно взять салфеточку и и и и и удаляем воздух удаляем 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 как мы видим это процедура занимает какое-то время всяк где за не идет потому что вот как раз это пластиковые края поэтому все пузырьки надо отсюда будет выгонять у меня вот он один но тем не менее он ушел так ребятки так ну что давайте включим посмотрим ну что посмотрите великолепный вид великолепно смотрится вот сейчас я уберу вот эти штуки эти петли доклею здесь и будет уже финальный момент кстати лайфхак тоже можно повторно использовать другого и такая ситуация раз и нету поэтому не обязательно выкидывать хотя в принципе с каждым стеклом они есть вот можно и так делать так значит смотрим везде у меня почти приклеилась поставались вот такие вот моменте кида в эту сторону и додавлю пузыри сюда чуть-чуть додавливаю ну собственно и все ребят собственно и все тряпочка грязная следы остаются то есть видите алифобочка здесь тоже не очень все как мы видим вот по краю прошел и приклеилась все отлично все хорошо приклеилась никаких нареканий нету пока так пузырячек пузырячек один остался вот ну вот такой вот моментик принципе все все вы увидели да сейчас я его протру вот и уже будет финальная стадия то есть как мы видим стеклышко ложится отлично вот ссылочки как я сказал уже будут под видео кстати вот можно сразу даже на и на новое стекло вот наносить чуть-чуть буквально капельку она позволяет во-первых вытирать хорошо вот и силикону она сразу будет блестеть и защитить на нас сразу же это олеофобное покрытие которое есть вот так вот нанесли чутка подождали немножко но затвердела протерли все дела все ребятки на этом с вами прощаюсь кто не подписался на мой канал подписываемся кто любит телефоны к сегодня ставим лайки кто хочет помочь каналу на новый звук и на развитие канала ссылочка на донат тоже будет под видео на этом всем удачи всем спасибо пока пока пока